Радио Болтком Как встретились, так и поговорили Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью Знаете, что самое страшное? Самое страшное, это начать бояться Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения Но место встречи изменить нельзя Спасибо, ребят, очень круто Наконец-то высказался, что так Только на Радио Болтком В любое время дня и ночи Программа «Встретились, поговорили» Добрый день И сейчас в студии Радио Болтком На связи с нашими радиослушателями Наш гость, российский актер театра и кино Кирилл Зайцев Здравствуйте, Кирилл Здравствуйте Веду эфир я, Ольга Авдевич И моя коллега-журналист Наталья Захарьят Здравствуйте Вчера мы все вместе, Кирилл, я, Наталья Провели рижскую премьеру и презентацию фильма Сашка «Дневник солдата» Кирилл Зайцев режиссер и продюсер этого фильма То есть мы привыкли его видеть как актера И актер, да Зрители знают его по ролям на сцене Рижского русского театра имени Чехова А после того, как Кирилл переехал в Россию Огромное количество, миллионы зрителей узнали его по фильмам «Движение вверх», «Последний богатырь», «Союз спасения», «Коп» и другие Мы об этом поговорим А вчера действительно произошло Я скажу, что это культурное событие в жизни Латвии Потому что, в общем-то, Кирилл был, наверное, поправьте меня, если я не права Первым российским актером, который через пандемию, через карантин и через закрытые границы Приехал в Ригу и представил здесь свою работу Да, приехать было действительно трудно Мы благодарим за помощь в организации этого мероприятия Международный медиаклуб «Формат А3», который с российской стороны нам помог Министерство культуры Латвии, которое одобрило, акцептировало это мероприятие Министерство культуры России, которое тоже сделало сопроводительные письма для пересечения границы И вчера все это случилось, произошло, прошло феерично Вот, Кирилл, расскажите о впечатлениях, о встрече с рижским зрителем и с рижскими актерами Ну, вы знаете, у меня такое отношение и чувство какое-то трепетное Когда я вернулся на улице, я когда с вами шел к кинотеатру, как будто я во сне Потому что все время твоего обучения, какое-то становление как актера, оно происходило здесь И ты ходил здесь, и повторял монологи и прочие, и победы, и какие-то там разочарования тоже в ученичестве Ну, какие-то там работы плюс-минус, они были вот здесь как раз в этом городе И это очень связано с рижским русским театром И вчерашнее событие, ну, для меня оно, на самом деле, одно из самых важных для фильма И оно было самое полное в плане актерского состава Потому что удалось собрать, сколько, четыре главных актера То есть все, по сути дела, ведущие роли, которые играли вот ребята, вчера вышли на сцену А вот назови, пожалуйста Автор идеи, автор сценария и исполнитель главной роли, собственно, Сашки Иван Клочко Исполнитель роли немца Марата Финдиев Исполнитель роли Толика Игоря Назаренко И ваш покорный слуга, исполнитель роли комбата Кирилла Зайцев Все однокурсники Да все мы однокурсники, все мы ученики специального рижского курса при Рижском русском театре Ученики Игоря Григорьевича Коняева и Елены Игриной Черной Который, Игорь Григорьевич Коняев был художественным руководителем в Рижском русском театре И выпустили наш блестящий курс И мы с Игорем Григорьевичем до сих пор Он является художественным руководителем фильма До сих пор сотрудничаем и продолжаем учиться Сейчас уже в других, видите, плоскостях С Игорем Григорьевичем я спродюсировал А он как режиссер снял документальный фильм «Познавая цвет войны» Это художественная картина, где он художественный руководитель А я выступил как режиссер, продюсер и актер И в данном случае работа продолжается С Еленой Игриной мы недавно выпустили моноспектакль «Мой», он называется «Мой Лермонтов» То есть Лермонтов все равно не отпускает В театре Сергея Безрукова Да, я бы сказал, спродюсировано фондом Сергея Витальевича Безрукова Мы напоминаем телефоны прямого эфира 672-12-939 672-13-939 Если кто-то хочет задать вопрос, звоните Мы постараемся принять звонки Кирилл, скажи, пожалуйста Вот ты учился в Риге, в Латвийской академии культуры Потом попал в наш Рижский русский театр Ты мог вообще представить, что буквально через какое-то время ты получишь «Золотого орла» И тебя будут знать миллионы кинозрителей Если честно, я об этом не думал Особенно об «Орле» Будет он, не будет Ну, это случилось как-то Когда ты участвуешь в каком-то кино Ну, тут счастье вообще попасть было в кино, как говорится, класса А Которое снимается такого ранга кино раз в 10 лет И в данном случае это была какая-то, ну, такая мечта И я делал все от себя зависящее, чтобы, знаете, как это случилось А потом, так как мое знакомство с кино все-таки происходило Стояли другие художественные задачи, которые нужно решать в кино Я как-то понял, что существуют и фестивали, и премии, и прочее Я об этом узнал А, да, 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 да Еще же актеров же еще награждают за... Ну, то есть, понимаешь, что есть театр, есть кино А вот в кино еще и награждают Есть еще и «Оскар», есть премия «Бафта», есть много что «Львы», «Ветви» и так далее Ну, кстати, фильм, который вчера ты представил рижским зрителям Он тоже получил уже несколько наград? Да, он, во-первых, самый первый, кто откликнулся Международный фестиваль LA Shorts Один из самых престижных и аккредитованных киноакадемии «Оскар» и «Бафта» Единственный русский фильм, из 500 выбранный, вот участвовал Потом в Турции, в международном фестивале в Галикарнасе Мы взяли главный приз Как лучший короткометражный фильм в Майкопе Лучший короткометражный фильм И лучший фильм, по мнению зрителей И сейчас очень... ну, тоже много... Я не буду перечислять их На самом деле много сейчас фестивалей, где мы участники Вот, поэтому пожелайте нам новых побед, новых ветвей, лавров Вчера мы действительно убедились, что эти награды Они не падают просто так с неба И они действительно даются заслуженно Потому что, по-моему, ни одного равнодушного зрителя не было в зале А была у нас, кстати, на премьере вчера в основном Молодежная аудитория И это фильм, который, наверное, действительно возвышает и душу человека И оставляет свет в конце туннеля Хотя затрагивает такую сложную, тяжелую тему Как тему Второй мировой войны Взаимоотношения людей И, Кирилл, пользуясь случаем, еще раз хочется тебе сказать Просто огромное спасибо за эту картину Она пробуждает в душе самые лучшие, наверное, чувства И мы еще не сказали, что в этом фильме Такой отдельный действующий герой Но неотъемлемый действующий герой Это музыка А музыку к фильму написал наш выдающийся композит Современный классик Артур Маскатс И это тоже большое счастье И вчера был на премьере Он был на премьере И он первый раз увидел фильм Но он видел, естественно, фильм Потому что он всегда смотрел Его записывали здесь И вот он рассказывал, как это было И какие сложности были из-за того, что я не мог приехать Но тем не менее И музыканты здесь блестящие нам записывали То есть музыка Вот вчера Артурс рассказал, что музыка записывалась здесь И записью руководил То есть оркестр Латвийского государственного радио Да, да, да Кирилл, а вообще как удалось затащить таких метров В этот свой дебютный, краткометражный В общем-то изначально такой волонтерский фильм Ну, я бы не сказал, что он волонтерский Дело в том, что когда я начал сниматься в кино У меня все равно какое-то видение того, как оно должно быть Оно начало организовываться Может быть, так как я принимал сразу участие В таком масштабном фильме Как «Движение вверх» Как говорит Игорь Григорьевич После работы с Львом Абрамовичем Додиным И после большого пути, который он прошел в театре У меня вкус испорчен И вот я поэтому, когда увидев, как оно должно быть Я где-то внутри себя решил, что Ну, вот оно так должно быть Если будет в моем кино, то так должно быть Во-первых, очень сильно помогло то Что мы были наполнены И был блестящий спектакль, на мой взгляд Сашка Который поставил Игорь Григорьевич Который рижский зритель мог видеть в Рижском русском театре После того, как этот спектакль Понятно, что я начал сниматься в Москве Автор идеи И пройдя режиссерские курсы Написал сценарий Иван Клочко Написал сценарий По сути дела, вот этой короткометражки И обратился ко мне Сказав, что давайте снимем этот фильм В какой-то момент Так как, ну, понятно, что Мы Спектакли уходят И мы о них только вспоминаем В наших сердцах И роли у нас живут А кино все-таки остается И мы там запечатлены Молодые Когда говорят Вот, молодой Костолевский Он молодой Вот, мне захотелось запечатлеть Это И я понял, что мы не можем Как бы это не сделать Но Привлекал я людей Те, с которыми я все-таки был Как говорят На одной волне И говорил на одном языке Из большого кино В котором я участвовал И большими победами Было привлечь Во-первых, Владимир Михайлович Климова Это оператор Оператор нашего фильма Который Ну, это легендарный режиссер Который снимал в России Ну, вот он, кстати, потом После нашей картины Начал работать над картиной Чухрая Ну, это так, к слову Потом Он был оператором картины Вор, да? Вор С Машковым Которая номинировалась на Оскар Да, номинировалась на Оскар Нет, это выдающийся И на самом деле Вот, если говорить уж про движение вверх Он как раз учитель Игоря Гринякина Который сейчас и Союз спасения снимал И Серебряные коньки Мы с ним работали И движение вверх Вот А следующий Ну, там просто я могу перечислять Художник Художник-постановщик Ираида Шульц Который, кстати Художник-постановщик Блокадный дневник А потом Скажет, тоже латышской актрисой В главной роли Латышской актрисой В главной роли И фильм, который тоже взял Все основные национальные кинопремии Да, нам очень повезло Потом Сергей Стручев Художник по костюмам То есть Сергей Стручев вообще Участвовал практически Ну, в 95% Картинах Никиты Сергеевича Михалкова Артур Маскоц Художник-постановщик Игорь Игоревич Коняев То есть Понимаете Я как режиссер В данном плане Огородил себя Максимально Профессионалами С которыми я могу прислушиваться И с которыми мне приятно работать И во-вторых Самое важное Ну, для меня было Мы с ребятами У нас был репетиционный процесс И я как бы наставил на том Что они должны приехать Мы должны порепетировать Потому что одно дело на сцене А другое дело в кино И мы как бы придумывали мизан сцены Как это решить Как другой решить Потому что если читать Кондратьева Там не было таких мизан сцен Допустим у Комбата Он не копал могилы Он сидел в блиндаже Там в землянке В какой-то, понимаете И поэтому это наше решение было У Кондратьева Если читать повесть Все-таки это длинный рассказ про Сашку Она надо было в одной новелле Обостренно На максимум градусе Как бы эмоций Рассказать Истории людей И Комбата несчастного Который озлоблен И говорит Что немца в расход Из-за того Что он Озлоблен с тем Несправедливостью Которая происходит И вот этой Ну Кто знает Не буду До конца делать Как бы спойлер А вот И И поэтому На мой взгляд Все сложилось У нас вчера Еще за кадром Остались Такие Нехитрые Зрительские вопросы О фильмах Да О ролях И Для начала Кирилл Расскажи пожалуйста Вот Ты сейчас вернешься И сразу Направляешься На съемки Ты выкрыл Буквально Вот Одни сутки Чтобы прилететь в Ригу Я еду на каток Сыра Вот Расскажи пожалуйста С коньками Под мышку То есть Серебряные коньки Они каким-то образом Дали Тебе Путевку В какие-то другие проекты Ну не то чтобы Путевку Ну чтобы Для этого фильма Я готовился Около 4 месяцев До этого Я вообще не стоял На коньках И После этого фильма Он прошел Я познакомился С Ильей Авербухом Который предложил Мне участвовать В ледниковом периоде Так как умения И сил Было затрачено много Я решил Ну Почему не попробовать себя В парном Фигурном катании Потому что Парное фигурное катание Там есть свои нюансы Одно дело Когда твой вес На коньках А другое дело Когда делаешь поддержки И баланс На коньках Все это в движении Все это высоко Ну Все это требует Новых умений И когда Выходит этот проект Когда мы увидим тебя В начале октября Ну вот в конце сентября Первая передача будет И в начале октября Будем болеть На первом канале А кто будет твоя партнерша Ну вы увидите Пока это секрет Секрет Ну секрет Конечно А то будет неинтересно Все смотреть А он с ней танцует А вот про серебряные коньки Вопрос Коньки на которых Вы там катались Это же какая-то Старинная модель Старинное лезвие То есть как их Изготавливали У меня были Совершенно Мои коньки Фирма Граф Шведская Она по-моему Или швейцарская Которые просто Дело в том Что коньки Это такая индивидуальная вещь Я Первый раз Когда Их на себя Надел Был Удивлен Неприятно Насколько Они болезненно Разнашиваются И насколько Тут либо коньки победят Либо ты победишь коньки И А так как они Достаточно Жесткие То есть там Присутствуют Вот эти вот Кровавые Как говорится Мозоли И прочее И прочее И в данном случае Когда коньки уже разношены Ну За ними следят Как инструмент Как берегут Как зеницу ока Потому что Это очень Важно Потому что если новые Это опять все заново И поэтому Нет Я был в своих коньках Просто они были Закамуфлированы За Вот такие По старинному Да Смоделированы Вроде Да Вроде как бы Старинный Еще такой вопрос Те кто Смотрели фильм Недоумевают Как можно было Заморозить Все каналы В Петербурге Таким образом Что там и ярмарка На льду Стояла И Все вот эти Невероятные Кульбиты Там выполнялись Ну это Блестящие Организаторские И Прочие задумки Во-первых Конечно Продюсера Петра Анурова Который Спродюсировал Этот фильм И Михаил Лакшин Режиссера И Оператора Кстати Игоря Гринякин Вот Которые В принципе И сняли И придумали Этот мир Который 50 на 50 Снимался То есть Мы все таки Катались на каналах На замороженных И катались Перед Петропавловской крепостью Если помните У меня там Летучий мой отряд И Одна из самых Незабываемых Вещей Ну которая бывает Раз в жизни Ну я не знаю Но такое больше никогда Не повторится Точно со мной И с ребятами В Михайловском дворце Когда вот этот мой Танец Аркадия Трубецкого Сделали Заморозили Там То есть Сделали Лед И площадку Специально Рефрижераторы Туда ставили А Замораживали Ну да Как-то замораживали Это было технически Трудно Но я могу сказать Что в павильонах Когда мы снимали Там все таки Есть какая-то Возможность Поддерживать лед А когда ты На замороженной Неве Когда тебе надо Сохранять Так сказать Стать И позу И ты едешь И значит Николай Николаевич Там да Героя зовут Ну не важно Ты едешь Должен ехать Перед Перед строем А лед там Вот весь В буйраках И так вот Ну Короче говоря Были свои трудности Но Тем не менее Мне кажется Это уникальный Такой В своем Ороде Фильм Который тоже Получился А вот Интерьерные Съемки Проходили Где? Ну Все они Как бы В дворцах В исторических Там Либо музея Дома архитектора Ну То есть Там много было Локаций То есть Это еще такая Отдельная Культурно-познавательная Экскурсия В рамках Съемок Да? Да И вот Это как раз История Пикантность Почему Фильм Сейчас Первые Места Занимал И в Бразилии И в Мексике И на Нетфликсе Он Рекордное Число Просмотров Потому что Для них Это все Ново Во-первых Страна Мы же Страна Все-таки Фигурного Катания И Это Спорт Который Ну наш Национальный И мы его Все равно Оберегаем И Любим Всей страной А для них Это ну где Кататься там В Мексике Ты сказал Что ты не стоял На коньках А здесь В общем-то Нужно было В краткие Сроки Обучиться Этому Искусству Сколько часов В день Приходилось Тренироваться Ну все свое Свободное время У меня были Ну во-первых Зная уже Имея опыт Движения Вверх И сказал Что ну Ребят Нет Давайте Серьезно И у меня Илья Ведякин Мой тренер Учил меня По скольжению Илья Гурылев Ставил мне Номер Именно Который Я буду Потом Меня еще Специально Обучали Хоккейным Я даже В хоккейный Пробовал Коньки Чтобы Учить Там вот Эти резкие Все смены Направления Остановки Потому что Там трюковые Сцены Потом я С какой-то Там С этим С шестом И вспомнил Тайдзи Константин Чичирко Который у нас Преподавал Тайдзи Как работать С палкой С шестом Я смотрел Какие-то Видео Монахов Шаолин И все Перекладывал Вот эти Вращения Палкой Еще на коньки Чтобы еще С своим вращением Ну когда я гоняюсь За главным героем Будь он не ладен Ну да Интересно Баскетбол Фигурное катание Какой будет Третий вид Спорта Который мы увидим Посмотрим Кирилл Зайцев Еще Сейчас фигурное катание Кирилл И отдельная Конечно История С фильмом Серебряные коньки Это костюмы То есть Это Достоверные Исторические Костюмы Ручной работы Вот как Костюмеры с тобой Работали Ну как обычно Я хотел Чтобы все сидело Хорошо Я как бы Всегда смотришь И понимаешь Ну костюм Это очень важно Костюм Это ощущение Костюм Есть правда Свои нюансы Особенно в таких Спортивных Понятно что Когда спортивные соревнования У Допустим Баскетболистов Ну там у нас Вот эти вот Ну там нехитрый костюм Нехитрый костюм Трусики Такие достаточно Высокие Когда первый раз Американцы Надели вот эти Трусики Короткие А сейчас же Не там Мода Сейчас ниже колена Вот и вся эта Рэперская История Когда они Отделили Они друг на друга Смотрели Пальцем показывали И смеялись Ну ты Ну ты даешь А вот Здесь В этом плане Костюм Костюм конечно Спортивный Он немного Из других тканей Шьется Чтобы можно было Поднять руку Чтобы можно было Быть неограниченным В движении И здесь нужно было Это все учитывать Это именно для Серебряных коньков Вот этот Мундир Да Ну там Мундир был Ну то есть допустим Была шинель В которой я Не катался Но был Другой Мундирчик Такой В котором я Сертучок В котором я Один номер Танцевал Потом был Вот этот вот Костюм Мой С орлом Голубой На котором я Скакал на коне Ну хороший костюм Кирилл А вот такой вопрос А как ты Насколько комфортно Ты себя Ощущал Вот в первые Годы После возвращения Из Латвии В Россию Понятно что ты Родился в Волгограде Вырос в России Закончил Макаровку Но актерская Твоя жизнь Действительно началась И твое формирование Началось именно В Латвии В Риге То есть ты Ну по сути В цветочных условиях В условиях Одного театра Курса Который набирался Для этого театра Ну и нам давалось Возможность Играть большую роль Педагогов Которые любили Как родных детей То есть Не было тех Жестких условий Вот сумасшедшей Конкуренции Которые есть Допустим В той же Москве Когда у нас Все таки Не снимается Кино И вдруг Ты вот Воспитанный В этих Таких В принципе Тепличных условиях Оказываешься В большом Огромном Городе В мегаполисе В центре Кинопроизводства Театральной жизни Как ты себя там Чувствовал Вот в первое время Вы знаете Я Как-то Все таки Нормальное У меня было Мировоззрение На мой взгляд И Я понимал Насколько мне повезло Я абсолютно Как бы Понимал Что Ну это Такой шанс Если выдается Либо ты его Хватаешься за него Либо ты его Пускаешь И поэтому Меня же утверждали Восемь месяцев И поэтому Когда мне сказали Ну попробуй это Попробуй это Попробуй То Я просто Как бы Тренировался Ну Делая Все от себя Зависящее И будь что будет А А там Ну Понимаете И где-то Внутри себя Я сказал Ну хорошо Тебя Как бы Увидели Да Ну там Тебя Рассматривают Но все Что ты можешь Сделать Ты можешь Сделать Пробу И все И об этом Кстати Мы вчера Говорили с ребятами Тоже Что По сути дела Пробы делать Надо Не для того Чтоб тебя Взяли в кино Пробы делаются Не для того Чтоб тебя Утвердили И чтоб ты Пошел А чтоб тебя Узнали И на пробах Нужно показать Свои возможности Какой ты Блестящий артист И Зачастую Как Как правило Вообще Это бывает так Классно Но вы нам Не подходите Да И потом смотришь И в следующий раз Тебе звонят И говорят Вот эта роль Вот эта Да И поэтому Это нужно Учитывать И как можно Больше Пробоваться Здесь было Как бы Попадание Не говоря уж о том Что первая роль Была На которой я пробовался Модеста Сапаулаускаса Искали Артиста С акцентом Латвия Литва Понятно Там Эстония Искали с акцентом Потом попробовали Поставите Он у вас русский Ну да Да Русский Он риск Русский Давайте его на Сергея Белова Попробовали Попробовали на Сергея Белова Потом Главнецкая Давайте на Александра Белова Я на Александра Белова Потом опять на Сергея Белова Потом Мне пришло Письмо Сказали Вас утвердили На Александра Белова Ну хорошо Ну Александр Белов Последний Гол забил Понятно Ну значит Сердце будет болеть Любовная линия есть Все будут переживать Плак Все все в порядке, все с ролью. А вот я приехал, весь такой заряженный, на Александра Белова изучил там, и как у него было. А вот, и когда я подошел и брать свою футболку, мне дали, футболку дают мне 10 номер, я говорю, нет, нет, у меня 13, я Александр Белов. Нет, написано, да и Сергей, 10. Я подхожу к режиссеру Антону Гердичу, говорю, Антон, послушай, почему мне дают 10? Мне же утвердили. А, тебе не сказали, да? Ну, Никита Сергеевич, последний момент, в общем, все поменяли, ты будешь Сергеем. Сдерживая радость, я сказал, хорошо, и пошел тренироваться. Как бы, понимаете? То есть, здесь тоже вот это не каждый... Увы, тоже сейчас не происходит, руководствуется какими-то другими критериями в выборе актеров, но здесь удивительно, но старались попасть именно в психофизику тех людей, из которых состояла команда. Ну, то есть, интроверт, такой трудоголик и монах Сергей Белов, такой экстраверт, такой душа компании нараспашку, с таким, с пороком сердца. Александр Белов, грузины прекрасные, да, такой весь из себя, в себе и немного такой надменный, Модеста Спавлаускас, ну, все эти характеры, все-таки выбиралась психотип и психофизика человека, чтобы она максимально... так как камеру очень обмануть трудно и подбирались действительно на роли и кастинг блестяющий в этом фильме. Кирилл, а какой у тебя рост? Метр девяносто четыре с утра. А вся команда, которые, вот, актеры, которые снимались, у них тоже больше ста девяносто рост оригинальный? Или это были какие-то хитрости? Ну, их хитрости были. У нас были ботинки, которые мы называли лабутены, вот с такой 15-сантиметровой подошвой. Да, и в офигительных штанах. Вот это мы гуляли. Есть фотографии, как мы ходим, чтобы, ну, когда мы идем мимо людей, чтобы было ощущение вот этих гигантов. Я вам скажу, что я с казанской баскетбольной командой как-то летел уникс. И я не помню. Ну, короче, ребята, ко мне подошел парень, 2.20, как раз игрок, да, и сказал, о, привет, это ты, давай я сфотографирую. Мы смотрели твой фильм с женой. А вот, и я почувствовал себя. Гномик. Да, 2.20. Кстати, Модестас, Жильвина Стратас, он побольше меня. И все ребята рослые. Да и Ваня Колесников, тоже рослый. А как работала с Машковым? Да прекрасно. Вообще, чем человек профессиональней, и чем он, если можно так сказать, круче, тем проще общаться. Ну, я не скажу, что он как бы душа компании, хотя Владимир Львович любит и пошутить, и когда он, называется, шутит, все лежат, за животы схватившись. Но абсолютно спокойно. Вот, допустим, наша сцена, которую, помните, ну, не все такие, как ты, Сергей. Я говорю, ну да, вам не повезло. А вот мы ее записывали, и абсолютно спокойно, Владимир Львович, записали на него крупный план, и он встает за камеру, и на меня крупный план. Он говорит, так тебе нормально, может быть пониже, может быть так, потому что мы делаем общее дело. И то, как я сыграю, зависит же наш общий диалог, случится он или нет, и это кусочек, как раз, кино делается по кусочкам, и сегодня у нас, мы снимаем вот эти сцены, и мы либо выигрываем их, ну, то есть добиваемся вот этих дублей, которые, из которых можно смонтировать хорошую сцену, которая будет настоящим, настоящей частичкой фильма, которая сыграет на всю историю, и можно поставить, знаете, такую жирную зеленую галочку. Сделали, 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 так же и делается роль. Вот если у меня роль, я понимаю, у меня столько, столько, столько сцен. Вот эта сцена ключевая, очень важная, вот эта сцена ключевая, и либо ты ее выигрываешь, либо ты ее, там, упускаешь, или никого не волнует, в каком-то там состоянии, тебе нужно быть готовым, вот как раз, и сделать, чтобы, чем больше у тебя будет этих зеленых галочек, тем больше ты, будет больше материала для монтажа, и благородный режиссер, благодарный режиссер, когда все смонтирует, скажет, о, а роль-то сложилась, но она сначала должна в голове у актера сложиться. После работы над Сашкой, когда ты режиссер, я естественно думаю, уже монтажно, и когда у нас какие-то драки, я уже прихожу на площадку, да, а, там вот у нас, мы сейчас снимали фильм, сериал, который скоро выйдет, художник, где у меня интересная история, моего героя спасла немецкая овчарка, он лежал раненый, значит, в пекле, и овчарка, собака, которую посылают, значит, с боеприпяствами туда, а потом они как медицинские, как медбратья, ну, в общем, санитары, собака-санитар, она из боя раненых вынимает, вот, и она не разбирает, кто там, немец или русский, собака помогает человеку, и она взяла, и я на санке к ней закатился, и она покатила меня, и спасла меня, а вот, ну, там уже пришла, там уже наши русские, и там я уже не дал ей, чтобы ее, привязав к ней взрывчатку, пустили на танки, как, знаете, делать собаки-камикадзе, вот, я спас ее, и с такой вот собакой, которая понимает команда только на немецком, прихожу я, в 44-м году, приходит мой герой в Москву, и говорю, агна, комхер, естественно, все, война идет обостренная, что такое немецкая собака, и тут ест наше мясо, и прочее, тут возникает такой конфликт, и мы вместе с Андреем Игоревичем Смоляковым, с Александром Горбатом, он в главных ролях, в общем, расследуем, такое, а-ля, место встречи изменить нельзя, такой был референс. Фильм «Художник» называется? «Художник», да, сериал. А вот еще сказочная роль «Последний богатырь», «Корень зла», да? То есть, вот интересно, Кирилл, у тебя есть сын, а он видел этот фильм? Сказку? Он этот фильм смотрел, когда мы пришли в Дисней, но для того, чтобы фильм еще не вышел, в Дисней отдельный там маленький кинозал был, еще графики не было, это, по-моему, один из первых фильмов, в который вот Игорь, мой сын, он там по всему залу бегал, что-то делал, занимался, а я смотрел, чтобы понять, ну, что получилось, чтобы потом еще отвечать, это еще был незаконченный фильм, чтобы отвечать на вопросы в интервью и прочее, и прочее, прочее. Так что он, ну, как бы видел, чувствовал, но постепенно он входит, он в кинозалах, но ему трудно сидеть, он иногда встает, начинает, вот это интересно, когда мы смотрели мультик Лука, зритель реагирует, смеется, и он тоже смеется, и чувствует вот эту энергетику зала, и тоже начинает аплодировать в каких-то местах, знаете, там в конце фильма, когда там наши выиграли, там еще что-нибудь, поэтому мы его приобщаем. А в родном Волгограде тебя уже встречают, как свою гордость, как кинозвезду? Ну, думаю, что да, да, мы показали Сашку «Дневник солдата» 22 июня, памятный день, день начала войны, и был сначала на 150 человек в зал, потом все билеты раскупили, и на 400 в итоге мы его показывали, вот, «Синемапарк» и «Формулы кино» нам, собственно, помогли, после чего, как бы, и возникла идея фильма, чтобы фильм был в прокате. Вот, но я сказал, давайте тогда в мае, вот 8 мая, мы надеемся, он выйдет в широкий прокат, но в определенной сети, то есть, такой эксклюзивный будет. Но это уникальный, как бы, случай для краткометражного фильма. А еще такой, если можно, вкратце вопрос о том, как завязалась история вашего творческого сотрудничества с Сергеем Безруковым и губернантским театром? Да как-то, я вам скажу, вот это абсолютно случай, мой агент, Мария, говорит, сходи, пожалуйста, на кастинг. Я говорю, куда? Ну, там кастинг что-то вот в московском губернантском театре делают «Алису в стране чудес». Я говорю, кого я там буду играть? Просто сходи, сходи. Я сходил, потом поступил звонок, Сергей Витальевич, хочешь познакомиться? Говорю, давайте, конечно, познакомимся, Сергей Витальевич. Пришли, познакомились, он говорит, будешь царем? Я говорю, ну, вот есть спектакль Пушкина, он уже идет, в общем, царь Николай I, а вот, ну, царь, это, конечно, хорошо играть. Тем более, когда к тебе приходит Пушкин, дрожит. Без рук, да. Без рук, да. А ты говоришь, ну, здравствуй, Пушкин. Да. А признайся, Пушкин, струсил ты, когда фельдъегерь посадил тебя в санки? Да, ну, то есть, играй, как говорится, с лучшими, а Сергей Витальевич блестящий артист. А вот, а потом и возникла работа Фондорина, и возник вот наш «Мой Лермонтов». А вот немножечко про Мой Лермонтов. Это спектакль, в котором присутствует во-первых, очень сильная команда и режиссер Елена Игоревна Черная, художник-постановщик Роман Муромцев, молодой, который сейчас уже получил «Золотой софит» петербургский, петербургский художник с мировым именем Александр Петрович Войцеховский, который написал специально картины своим уникальным стилем, в своем уникальном стиле как раз для стихотворений. И там, в этом, я очень надеюсь, что рижскому зрителю мы привезем этот спектакль и покажем. В нем присутствуют, во-первых, письма, проза, поэзия, и я пою романс, около семи, семи романцев, по-моему, а вот я исполняю, и все это на, естественно, слова Михаила Юрьевича, и это охватывает период, когда он был, по сути дела, отправлен в ссылку после того, как он написал стихотворение на смерть поэта Николаем Первым. Я эту историю называю с разных концов, будучи декабристом, Михаилом Бестужевым, да, будучи Николаем, вот, поэтому я сопереживание находил во всех странах. Но в данном случае я не очень сопереживаю Николаю, когда играю, когда играю в Мой Лермонтов, потому что в этом спектакле это все-таки какое-то мое видение, и в каком-то плане я хочу защитить имя Михаила Юрьевича, о котором многое что говорят. Ну, он был такой, ну, такой, ну, правильно, что его застрелили, Николай Первый сказал, собаки, собачья смерть. Это был человек выдающийся, во-первых, с талантом, с гением, гения своего писательского, во-вторых, он был выдающимся военным. И если мы посмотрим вот это сражение при Валерике, которое тогда было, он же впереди был, ну, впереди всех скакал. В авангарде. В авангарде, в авангарде, да, и когда он потом говорит, что хотел воды зачерпнуть, а вода была красная от крови, вода была тепла, была красна. А вот, какое там было сражение, у нас было две тысячи пехот, а их до шести тысяч. Сражение при Валерике, где он вел себя геройски и к своим командованиям был представлен к награде на золотое оружие. Но сейчас это равно герою России. А Николай Первый его вычеркнул. Сказал, не-не-не, мы героя не будем делать. И, по сути дела, он там вот в ссылке написал свои самые блестящие стихи, это «Выхожу один я на дорогу», там и Тамара родилась, и там очень много как раз вот этой истории, когда Адуевский ему дает его пустую тетрадь и говорит, чтобы вот заполни ее стихами, стихотворениями, и там он пишет как раз. Вот. Очень по мне интересно было бы вам посмотреть этот спектакль. Думаю, что привезем. Обязательно. что в своих ролях ты соприкасаешься с историей России, да, ты сам дополнительно изучаешь какие-то исторические материалы, мемуары? Безусловно, безусловно. Это происходит даже для мой Лермонтов, понимаете, то есть, грубо говоря, материала было сделано. Понятно, что здесь ждется на спектакле «Княжна Мэри», и там существуют некоторые кусочки, которые из «Княжны Мэри», из «Героя нашего времени», но материала, который был подготовлен, из чего было выбрано и собрано, его было гораздо больше, чем вошло в сам спектакль. И здесь скорее, понимаете, что мы понимаем под словом актер и артист. Артист – это качество, актер – это профессия. И если, допустим, танцор балета, вот у него сегодня нет спектакля, он должен встать, либо ты каждый день приобретаешь, либо ты теряешь. Идти, извините меня, на классику, идти два часа минимум позаниматься и как-то себя поддерживать в форме. Оперный певец, если он сегодня не поет, значит, он все равно теряет. Значит, ему нужно делать, а что должен делать актер? Как говорит Константин Сергеевич, а что делает актер? Он отдыхает. И, в общем, он это дело критикует. Естественно, актер должен работать, он должен изучать, погружаться и какими-то вот этими урывками свободного времени я пытался свое свободное время посвятить погружению в темы Лермонтова и постепенно материалы собралось столько, что мы с Еленой Игоревной решили, что это может иметь выражение самостоятельного моноспектакля. Кирилл, ты родился в Волгограде, учился в Петербурге, Ленинграде. Да. Начал свою, в общем-то, актерскую карьеру в Риге. Сейчас ты переехал в Москву. В Петербурге ты снимался и в Союз спасения серебряные коньки, роскошный Петербург. Какой город родной? Кем ты себя ощущаешь? Ты кто? Кто я? Ну, частичка меня в любом, я думаю, в каждом из городов. Когда я возвращаюсь в Петербург, вообще для меня я понимаю, что очень важно перемещаться. И иногда нужно уезжать откуда-то, чтобы вернуться. Потому что когда мы живем долго на одном месте, почему важно путешествовать и прочее, когда мы долго живем на одном месте, все равно замыливается как-то мнение твоей и видения, и прочие вещи. А когда все непрерывно переливается одно в другое, для меня приятно возвращаться в Петербург, очень приятно вернуться в Ригу. И мне хочется, чтобы вот этот мостик, он был достаточно прочным, и чтобы мы все дружно занимались творчеством, искусством, и все-таки главенствовала любовь. И вчера зрители на творческой встрече с Кириллом Зайцевым говорили о том, что вот бы хорошо еще один проект придумать, такой российско-латвийский, и чтобы Кирилл смог бы в этот проект пригласить наших рижских актеров. Мы это тоже, Кирилл, тебе желаем. Работаем над этим. Всего доброго. Эфир наш подошел к концу. Гостем эфира был российский актер театра и кино Кирилл Зайцев. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров Н.